Сегодня в новостях. One Plus 6, Xiaomi Mi A2 и смартфон Sharp Aquos S3. Ну и всем привет, я Макс. Перейдем к новостям за 27 марта. Xiaomi Mi A2 прошел сертификацию в Китае. Данный смартфон, как и в прошлый раз, разделился на два разных аппарата. Это Mi 6X, который будет работать на прошивке MIUI и продаваться в Китае. А второй такой же, но с чистым андроидом для международного рынка под названием Xiaomi Mi A2. По начинке известно, что устройство получит новый дисплей 6 дюймов, аккумулятор на 2910 мА и толщина корпуса составит 7,3 мм. Дата выхода не сообщается, но полагаю, что это произойдет в начале мая 2018 года. Еще немного свежей информации о One Plus 6. Данные изображения не являются официальными, но полагается, что смартфон будет выглядеть именно так. Судя по имеющим данным, смартфон получит такой же размер корпуса, как и в One Plus 5T. А вот дисплей чуть увеличится в размере и будет составлять 6,28 дюйма. Предположительная дата выхода май-июнь 2018. Самый небольшой 6 дюймовый смартфон Sharp Aquos S3. Данное устройство, в отличие от всех смартфонов с подобной диагональю, имеет самый компактный размер в мире и при этом он уже официально был анонсирован. По начинке смартфон имеет средние характеристики, а его стоимость составляет чуть выше 400 долларов. И в данный момент пока что неизвестно, появится ли он в продаже в Китае и других странах, а также будет ли у него международная прошивка с английским и русским языком. Huawei P20 анонсировали официально. По начинке он имеет топовый процессор от компании Huawei Kirin 970. 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, без поддержки карт памяти. Дисплей размером 5,8 дюймов, разрешение Full HD+. Камера двойная на 20 плюс 12 мегапикселей, а фронтальная на 24 мегапикселя. Аккумулятор на 3400 мА. И имеется защита от воды IP68. Стоимость смартфона составит около 45 тысяч рублей. Также есть версия и помощнее Huawei P20 Pro. Его стоимость составит около 64 тысяч рублей. В отличии от обычной версии, у смартфона чуть больше. Экран 6,1 дюйм. Увеличился объем оперативной памяти на 6 ГБ. А также емкость аккумулятора на 4000 мА. И основная камера имеет три модуля. Основной цветной модуль на 40 мегапикселей. Плюс монохромный на 20 мегапикселей. И плюс третий модуль на 8 мегапикселей для пятикратного увеличения. Ну и напоследок перейдем к вашим вопросам. Где можно купить смартфон Nubia 18 в России? И какая будет прошивка? Данный смартфон в России пока что нельзя купить. Могу лишь предположить, что появится он в России через месяц, не раньше. Но прошивка у него Nubia UA 5.1. Основанная на Android 7. Следующий вопрос. Что лучше Huawei P10 или Honor 9? Данные смартфоны по мощности будут одинаковые. Но лично я бы посоветовал все же к покупке Huawei P10. Так как данный смартфон представляется как топовое решение. Да и камера в нем будет четко получше. Следующий вопрос. Какие смартфоны выпустит компания Xiaomi в 2018 году? В этом году компания Xiaomi выпустит следующие смартфоны. Это Xiaomi Mi 7, Mi A2, Mi Note 4, Mi Max 3. Ну а также обновит линейку Redmi до 5S. И кроме этого еще выпустят какие-то смартфоны. Пока что мне неизвестные. Следующий вопрос. Какие отличия у Leco Cool 1 и Leco Le 2? Ну Leco Le 2 отличается следующим. У данного смартфона поменьше вес. У него чуть больше разрешения камеры основной. Меньше емкость аккумулятора. А также отсутствует аудиоразъем. Ну и последний вопрос. Какой телефон взять с экраном нового формата? 2 к 1, 18 к 9 или 16 к 9? Из данных смартфонов можно выбрать абсолютно любой. Правда 2 к 1 формат уже устарел и новых смартфонов вы не найдете. Поэтому я бы посоветовал в первую очередь обращать на характеристики смартфонов. Я бы конечно лично выбрал дисплей формата 18 к 9. Так как он больше занимает поверхность вашего смартфона. А значит сам дисплей больше. При таком же размере как например 16 к 9. Мне лично это удобно. Мне лично это удобно, когда смартфон комфортно лежит в руке. И при этом у него большой дисплей. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, жмите лайк и подписывайтесь на канал. Ну а также нажимайте кнопочку звоночек. Чтобы не пропускать свежие видео. Ну а если хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос в следующих новостях. Пишите его в комментариях. Удачи всем и пока. Субтитры сделал DimaTorzok